И сегодня мы во Львове. Я только что вышел с поезда. Сзади меня железнодорожный вокзал. Приехал я во Львов по делам в рамках одного проекта для компании Свастон. Не упуская возможности, помимо проекта, записать влог в этом шикарнейшем городе, который мне очень нравится. Да и, наверное, Львов не может не нравиться. Например, борода зажигают города. Смотри сюда. Мне сегодня очень повезло с погодой. Тут светит солнышко, красивая осень, плюс сам Львов. Я думаю, что будет просто великолепный репортаж. Сейчас только надо заехать на вписку, в апартаменты, принять душ, привести себя в порядок после поезда. И можно смело начинать. Сейчас я вам покажу, где я живу. Приемного вид починку, говорят. Вот оно как. Как будто к бабушке приехал. А стол какой. Такая вот у меня тут прихожка. Выбрался в самый центр. Место это называется Площа Рынок. Тут куча различных заведений. Тут огромнейшее море туристов. И, как вы знаете, Львов очень славится кофе. Казалось бы, да, вроде кофе. Но никак во Львове точно не растет. Но благодаря Юрию Кульчицкому Львов можно назвать кофейной столицей. Тут огромнейшее количество кофеен. Каждый из них клево по-своему. Везде свой антураж, какие-то фишечки. И сам кофе здесь варят очень вкусный. Поэтому побывать во Львове и не попить кофе это то же самое, что не побывать во Львове. Я первый раз во Львове один. Поэтому испытываю небольшой дискомфорт в плане того, что я не очень хорошо знаю этот город. Как бы по центру, да, я могу пошляться. Ну, показать какие-то заведения. Но для того, чтобы влог был поинтересней, я встречусь с приятелем, который поводит нас по улочкам. И что-нибудь, мне кажется, расскажет. Я надеюсь, что это покажет. Зовут его Назар. Сейчас мы с ним встречаемся. Ну, а если не покажет, то что-нибудь покажу вам я. Я завтра здесь еще буду с утра и повожу по этим улочкам. Ну, наконец-то я встретился с людьми, где можно что-то посидеть, что-то выпить, поговорить. Проходи. Здравствуйте. Круто. Тут понабываемся. Брэнка, я думала, мы с вами бухаем. Бухаетесь еще? Без того, вообще, не я. Что на завтра? Без того, что на завтра у нас Без того, что на завтра у нас... Без того, что на завтра у нас есть? Да, я тебе показала. Ну, а заклады тоже. У нас тут открывается каждый месяц. Я не знаю, сколько закладов. Один закрывается, а другой открывается. Если месяц и два в Львове не было, то я бы половину не было бы не признав. А, вы не были? Да, надеюсь. А про я кидаю? Вот ищенька. Ну, и там кайф, там музыка шикарная. Это пиво и винил, который, да? Да, да, да. Уже хрюла атмосфера. Уже волосы, их стол на чистос. Ага. Просто шикарная. Пошмартный чизус. Да, все зафоткаются. А, такое есть, чтобы украшали так все витрины на Хэллоуин, да? Да, это где-то на днях точно уже почнется. Да, я уже даже где-то видел. Чуть-чуть. А, уже где-то заклады печали. Уже ближе до Хэллоуина самого Хэллоуина, то я буду вижу багато. Я как раз прошлый год уже ближе к Хэллоуину в Киеве был. Уже таки, знаешь, уже дождливо, прохладно. И в каждой витрине эти тыковки. Но даже такая своя атмосфера. Тут даже так светло. Да, ну там дуже классно сделали, власне, саму территорию. Такой, скажем, по ландшафтному дизайну. Вот это я не видел. А это вот как раз там была яма. Сейчас там будет видно. Там типа одна из самых старых залюк риденовских, я знаю, сынок типа был какой-нибудь зруйнованный. Не шаршушки есть? Ну, тут зараз такие громадские площади. Вот это все дуже багато роков было взагалей закинута, запущено полноцем. Потім в роках, напевно, 7, может, больше. Это все просто было загороджено парканом. Там згнили, чтобы не было. Ну, там типа все кераминецы, струны, что у нас есть. Пишник, который украинский мемориал, знаете, из какими-то памятниками, огромным, там, скошью и такой, там, мармурой. То есть, какие-то, конечно, громадские площади. Считали, что у нас есть. Там же, блин, у него, сейчас, другого, как мы выйдем, там, риф. Ага. В каком мы футкор таки дитокрубили. Вару все в резких кафлических кафешках. Холодно. утро все люди торопятся на работу все пьют кофе я один иду гулять у меня не так много времени меня сегодня еще одно интервью поэтому я решил по быстренькому прогуляться посмотреть что-то интересное и потом бежать по делам и уже у меня потом будет скоро поезд вот вчера встретились назаром я же хотел чтобы он поводил по интересным местам все это вам показать рассказать но быстро стемнело и получилось то что как бы картинка темная вам точно будет неинтересно мы походили по интересным местам которые посещают больше львовяне нежели туристы с нормальными ценами с нормальные там кухни и напитками и прочими делами вот я постараюсь просто список этих заведений со ссылками на эти заведения положить под этот ролик пойдем во двор потерянных игрушек мне ребята посоветовали говорят очень прикольное место во дворе куча различных детских игрушек которые там лежат или висят уже несколько лет и это чем-то напоминает рассказы стивена кинга я все хотел рассказать вам почему же львов славится кофе но как говорят это все благодаря юрию кульчицкому юрий кульчицкий 300 лет назад можете загуглить это такой человек который родом со львовщины села под львовом вот он во время захвата осады турками вены когда вена уже готова была сдаться он пробрался через турков знаю турецкий язык и донес послание о том чтобы вена не сдавалась короче но более подробно вы можете загуглить вся эта информация есть в интернете смысл в том что европа не проиграла туркам турки были побеждены и не захватили нас и юрию кульчицкому предложили выбрать себе награду из трофея который был отобран у турок у турков на что юра сказал дайте мне он увидел 300 мешков кофе и взял кофе кофе тогда считался сатанинским напитком турецким а никто его не пил и подумали кому нужно вот это вот козье дерьмо козье какашки конечно забираете 300 мешков думали что он возьмет что-то более дельное вот и юрий открыл первую коверню вене народ туда плохо ходил ты мне нравился чужеземный напиток и как гласит легенда как-то у юра нечаянно типа попал в кофе сахаром попробовал и сказал ага такой кофе люди будут пить а потом стал добавлять туда некоторые ингредиенты пряности и так появился рецепт кофе по-венски который работает до сих пор как бы есть во всех кофейнях там европы смотрите даже в мэп сми есть двор потерянных игрушек мы пришли немножко жутковато сейчас я вам это покажу ну как и какой Вообще Такое ощущение, что сейчас кто-нибудь выскочит отсюда Такое вот место Я под видео оставлю координаты этого места Если будет интересно, будете во Львове Можете зайти и посмотреть На самом деле, ребята мне вчера рассказали А куча различных мест, которые стоит посетить Не в самом центре, не на самой площади рынок Которые привыкли обычно посещать туристы Но все эти помещения, заведения я точно не смогу обойти Потому что времени мало Но сейчас я иду в какую-то чебуречную Где говорят очень вкусные и дешевые чебуреки Вот, и я проделал долгий путь в гору Весь вспотел Но вроде бы сейчас я подойду Друзья, нашел я это заведение Вот сзади меня находится это место Где я ел чебуреки Называется он Четвертая студия Магазин-кафе В общем, я здесь съел Два чебурека Один не осилил С сыром Один был, второй был с мясом Стоят они каждый 13 гривен А в меню был борщик со сметаной За 4,20 Представляете, 4 гривны 20 копеек Поэтому если вы будете во Львове Заходите сэкономить на питании То вот это место Самый кайф, где можно В колоритном местечке Нормально покушать Магазин-кафе 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 вот тут варят кофе по-турецки на песке ты здесь очень много туристов такое интересное помещение и раньше как говорят здесь собиралась и львовская богема подрывай а я сейчас жду еще одного человека у меня еще одно интервью ради которого я приехал во львов приятелем тарасом хаммером тоже для проект для бренды с вас тонн вот собственно и пан тарас скрыта камера не думають про свои вчинки не думають про то что они залишат по собі это как на меня и негативно и власне у львови как культурной столицы эту тенденцию треба в першу черту в львове эту тенденцию треба певным чином иметь знову ж таки у нас є всі можливості для того є багато театрів є багато культурно-посвітницьких закладів але проблема в тому що власне політика держави політика влади вона неспромована на жаль на то щоб розвивати ці свої життя все інтерв'ю у тарасу взяли теперь можна хоть немножечко погулять хотя времени у меня осталось буквально пару часов и мне уже будет пора садиться в поезд поэтому щас надо быстренько сгонять в магазин игрушек купить ребенку какую-то игрушку в мене осталось мало надо покушать и покажу вам еще одно заведение называется украинской по двери это заведение в которое когда мы приезжаем во львов мы всегда с тане жени останавливаемся тут очень классная украинская кухня недорогие цены антураж хорош взял себе борщ с мясом красный украинский клевый вкусный плюс я взял себе кремслики это такие драники деруны горшочки под соусом из грибов с мясом за все это я отдал 100 гривен строить 100 гривен за такую очень классную украинскую кухню поэтому всем рекомендую это место координаты я скину под роликом ссылочку обязательно что он хочет сделать? смотрите на камеру я никогда не видел его что он хочет показать ваши фотографии Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Ко мне только что подошел человек и попросил сделать со мной селфи. Сказал, что смотрит мой канал. Для меня это очень приятно. Встретить во Львове человека, который смотрит. Привет тебе. Спасибо, что подошел. Конечно, все очень быстро. Очень мало времени здесь провел. Так прям обидно уезжать. Жалко. Уже бегу на вокзал. Время летит неумолимо. Не хочет дать мне возможность посидеть, хотя бы еще попить кофе. Ну, такое. Все в бегах. Но зато кайфово. Полчаса до отправления осталось. Я пошел пешком на вокзал. Возможно, это была ошибка. Потому что я не успел даже ничего в поезд себе купить поесть. Но в то же время я еще раз прошелся по Львову. По этому классному городу. У меня ужасно будет ноги. Но сейчас можно будет сесть в купе. Лечь на койку и отдыхать целых 17 часов, пока я даю до Николаева. А насчет еды. Я все время парюсь и не знаю, что покупать в поезд. У вас нет такой проблемы? Я не могу накупать каких-то харчей, чтобы их есть. Максимум, что я беру, это какие-то шоколадки, чай, кофе. Но, собственно, и все. Иногда еще какие-то, может быть, бисквиты. Вот Рашеновский бисквит часто спасает дороги. А вы, если ездите куда-то в поезде, напишите в комментарии, что вы берете с собой. Потому что для меня это реально проблема. Я никогда не могу угадать. Сейчас вот у меня осталось полчаса до поезда. Я забегу в какую-то палатку, возьму штуки 4 скикерса. Чай у меня есть. Ну, в принципе, до дома дожить реально.